всем привет вы на канале the mosquins и с вами оля и максим сегодня мы озадачены одним таким делом в общем мы решили сменить место жительства в америке и сегодня подыскиваем для себя новое жилье сейчас покажем куда мы приехали короче у нас в планах провести настоящее американское путешествие знаю как сказать ну что может быть более американским чем путешествие в доме на колесах мы приехали искать для себя дом на колесах для того чтобы поехать motorhome даже есть разные варианты есть RV это вот прицеп который можно прицепить траку как телега а есть motorhome это видите когда есть кабина и у него вот дом на колесах самоходочка у меня конечно есть трак но он малыш и мы хотим поэтому всей семьей ехать в одном автобусе в общем я планировали грандиозное путешествие поэтому подписывайтесь прямо сейчас на канал а сегодня мы с вами будем смотреть motorhome и выбирать себе жилье на небольшое количество в рентаре писать нравится они вам или нет какие motorhome и вы бы взяли и хотели бы вы вообще путешествовать в доме на колесах но это ли не мечта ребят пишите обратились мы сейчас на стоечку регистрации нам сказали что вот сюда надо подойти сейчас ждать они принесут нам ключи и тут вот такие варианты есть а там сзади покажи смотрите какие оттобы оттобы трехкомнатные квартиры какие-то ну короче это тумач видимо для нас но вот именно так мы себе представляем отдых в доме на колесах вы знаете если честно мы вот в таком в прицепе мы были у вадима и помните у нас есть видео где максим с вадимом покупали не покупали а смотрели прицеп сюда прикрепим да для того чтобы его на аукционе выиграть в таких прицепах мы были а вот в таком motorhome мы никогда в жизни не были ну уж тем более никогда в жизни не путешествовали так но там очень классно там идет маргарет да девушка которая нам помогает с ключами сейчас она нам все покажет ты хранить ездил на такое тоби я-то не поеду ты за рулем а слушай я видимо управлять не сложнее чем чем даже лишь камеры все есть типа бокового кругового обзора это большая сложность просто едешь покрепче за руль держишься пахнет новеньким прям так это кухня короче вот эта штука превращается в кровать вот это тоже да и и и лафт может еще парочку с собой прихватить на 8 человек 7 я думаю что если эту разложить фигню можно еще ну где детей наверно больше можно положить тут короче смотри да холодильничек морозилочка такси хорошо кондиционер это я ящички для хранения туалет туалет смотрите и душевая кабина что ты там спрашиваешь я не услышь холодно ну типа если на улице сильно жарко будет ли в нем холодно а в аризоне работа если мы например в аризону поедем мэйби мэйби мы поедем в аризону но не точно пока мы еще не решили дрипку большой да получается класс сушь кровать почти как у нас только красковат ладно гомонись не надо деть не надо дить так душ смотри как все это все красиво кстати он такой новенький я не знаю мы точнее он года но он очень свеженький тут такой тоже свет даже он очень чистенький очень свеженький потому что мы очень много смотрели всяких домов на как это называется на фейсбуке да и они не все чистенькие и не не все как новенькие выглядят взять кстати ты поймешь что это нифига габариты не чувствуется сильнее чем например твой трак больше лучше я тебе так скажу конкретно в этой машине от чувствую себя мину как будто бы она меньше чем тракт ну а кабина и правда она ощущается меньше чем у нас как он меньше чем таха меньше чем трак его мою очу в зеркала ты как смотреть в этих а это потому что эта фигня выдвинута все я понял да она же задвигается во время да а вот еще на улице это газиба открывается класс слушайте на это первый матрахом в котором мы были давайте напишите как вам понравился домик на колесах прикиньте детям клево да они едут всю дорогу смотрят телек приехали вот те но если честно как бы это получается дешевле чем если просто поехать например на лейк таха и снять домик конечно раза в дороже получается да а тут ты можешь меня он поменьше да Ты можешь идти? Я разуюсь Да, тут чистенько помыто Этот мне больше нравится Слушай, тут другая планировка Да, смотри, он мне больше нравится Тут телечек у нас свой Мастер-бедром Тоже неплохой гальюн Посмотри Ну да, что, унитазик и... И вот, смотри, раковка отдельная Слушайте, ну вот этот вот... Мне нравится планировка больше, но учитывая, что он еще и стоит меньше Единственное, что здесь нет дополнительного спального места Куда тебе больше? Вот смотри, вот здесь два ложится по-любому Вот здесь два ложится по-любому И там два ложится по-любому А у нас всего пять Да Мне нравится больше тут расположение кухни Смотри, тут даже так удобно, мусорное ведро Видишь где? Ага А чё... О, тоже телек смотрите для детей Да Ну вот его выворачиваешь вот так и, допустим, можно смотреть Здесь все так же Вот этот он типа, она сказала, он постарше, да? Да, ну смотри, у него очень кожаные сиденья Это неплохо Ну, там по-моему тряпочные были Ну, тоже кожаные были В том плане, что если там что-то пролил или еще что-то, ну не нагадишь Мне нравится Очень комфортабл 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 А тут тоже есть это, наверное, да? Которое делается Навес Навес На улице, да? О, куда ты поехал? У-у-у-у На нашу муторхоу На наш автодом Ё-моё Смотри, лестница Угу Ее вот так чек Отсоединяешь Ставишь сюда И залазит Как вам домик этой планировки? Когда вот такая вот кухонка небольшая Одно вот это вот столик, которое трансформируется в спальное место Лафт И мастер-бедром Он поменьше маленечко, да, этот домик? Погляди, какая спальня тут на крыше получается Немножко А вот тут закрывается вот это, чтобы не свалились отсюда? Да, шторами Шторами Да ну лучше бы они свалились Ты посмотри, какая ширина Легко Так, напишите в комментариях, какой автодом из этих двух вам нравится больше? Какой бы вы выбрали? Вот Это 200 баксов за ночь Тут 240 был Розетки Тут есть Там вот Кондёр Все дела Это что-то Слайс аут ин Ну, короче Это надо будет разбираться Да, с каким мы определимся Я думаю, что они дадут полностью О, холодос покажи Ух А, вот так Это чтобы он не открылся В пути В пути, но Смотри, блин Слушай Так Посудомощная Есть машина? Да я шучу Так Во всех домах Этих чё У них во всех домах генераторы здесь И Ну конечно Они во всех А как ты представь Потому что ты не всегда можешь Мы разулись Они говорят Не разувайтесь Но мы видели, что Вы только что прибрали Да, и она говорит Я очень ценю это Поэтому мы решили разуться Ух ты, ё-моё Это чё, уличный телек? Здесь можно смотреть телевизор Он ловит локальные каналы Да Да О, смотрите Поехала Крыша И стерео Класс Класс Дискотека Это багаж 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 Тоже багаж Смотри хуй здорово Максим, осторожно Башкой не ударься Сюда может каяк какую-нибудь Ну так у нас нет каяка Надо сделать Да Тут зад выдвигается Задняя часть Ещё можно телегу мою взять И на ней сарай загрузить И всё Зачем? По пути Точно 230 за ночь Да Внутрите 230 240 200 Его тоже только что помыли Ой как хорошо пахнет Чистенько Ты посмотри какой этот классный И последний Я думаю, что вы посмотрели Да Это классно Смотри Тут вот Чик-чик-чик Готовишь, режешь Вот тебе Вот тебе, пожалуйста Помойчка Ну сразу Мусорная Ну да, тот поновее Конечно, самый первый Который мы смотрели Он прям новенький Он прям, да Он ещё и вообще не ездил О, телег Здесь Да, вот Мне нравится Тоже хорошая компоновочка Надо подклеить это всё Я бы подклеила Подклеим Смотри Душ отдельно Тут, кстати, удобнее ребёнка помыть Ну да Потому что с нами всё-таки едет маленький ребёнок Который Нет-нет, да-да Нет-нет, да Постоянно Да-да-да Тут у нас что? Ух ты Ну-ка, ну-ка Что там? Ух ты Гальюн Удобно здесь Ну в смысле Это очень удобно для отдыха Чик зашёл, сел Да-да Именно расположение такое классное Вот розеточки рядом Подлокотничек Что-то там положить Классно Лежбище Вот это двухместное Внешне они вообще похожи Все эти домики Да А вот только Только когда внутрь заходишь Ощущаешь разницу А все планировки разные Да, пойдём посмотрим, что сзади Мастер-бэдром как Мастер-бэдром мы ещё не смотрим Так Она тоже выдвигается там? Сбоку? Да, вот она выдвинулась сбоку Угу Соответственно, видимо, когда едешь А нет, даже не надо её задвигать Прикинь, она вот так к шкафам Тут тоже телек есть сбоку Смотри, какое большое окно Просыпаешься так с утра А там медведь тебя смотрит в окно Ооо, медведь стучит в окно Серый волк, серый волк Серый, ой Экси, тут что-то, наверное, не надо так открывать А то можно выйти туда Короче, мы все посмотрели, нам все нравятся А вы напишите, какой вам нравится больше Если честно, ну и цена-то, ну Не сильно отличается Если там, допустим, брать его на 7 дней Как мы плюс-минус планируем Ну, даже там, пусть 40 долларов 7 на 4, 28 Нам 280 баксов разница Ну, это небольшие деньги Даже за одну ночь где-нибудь на лейтаха не заплатишь столько Опа Все, тут тоже, все, тоже самое Что-то тут совсем так мало места Да они, видимо, уборку когда делали А, задвинули все Все, ладно, не сломай, мы его еще не арендовали А то уже сейчас счет выставят, е-мое Ну что В общем, мы все узнали Выяснили В целом, нас условия более чем устраивают Во-первых Ну, то есть, нет никаких особых условий для аренды То есть, если у тебя есть драйвер-лайсенс Ты можешь водить автомобиль Все, берешь и едешь Тебе не надо для этого специально трак Тебе не надо еще что-то Потому что мой трак, например, большую рвишку уже не потянет Не потянет Да, а малыша, ну, в общем, у нас семья из пятерых человек Нам бы хотелось с комфором Чтобы было комфортно Плюс в том, что у тебя полностью за эти деньги целый дом У тебя есть своя кухня, у тебя есть несколько спален, грубо говоря У тебя есть душ, у тебя есть туалет Тебе не надо из палатки наперегонки с медведем бегать в кусты Есть телек, даже если ты хочешь посидеть, посмотреть мультики там или что-то Ну, дети хотят Ну, да, то есть, детям можно включить мульты даже Или пока ты едешь, или вечером, когда они там, ну, бесят А еще есть очень классное место на улице Можно выдвинуть вот этот замечательный навес и плюсоваться И самое главное, большое преимущество Это цена сильно ниже, чем если ты поедешь куда-то арендовать дом Да, кабин большой, вот как мы арендовали Мы на две семьи, например, едем и платим за, там, три ночи, например, две тысячи долларов Это получается минимум по где-то триста пятьдесят на семью за ночь И, ну, не всегда ты поедешь двумя семьями, хочется и одной семьей, например, съездить А тут получается порядка двухсот, там, может, с копейками долларов И самое большое преимущество в том, что ты вообще ни в чем не ограничен Ты можешь ночь переночевать здесь, на Лейктаха Потом следующую ночь обогнуть Лейктаха, отдохнуть в другом месте Можешь вообще рвануть на океан или в другой штат В общем, ты можешь хоть каждый день менять место своего, как сказать, завтрака или что, просыпания И просыпаться просто каждый день с новым видом, ну, это потрясающе Песня такая Мы просыпались что-то каждый день в новых странах В новых странах Да, в общем Ну, хотя бы, знаете, в новых штатах уже прикольно Да, каждое утро можно просыпаться в абсолютно новом месте, со свежими эмоциями, со свежими впечатлениями И одна неделя вот такой вот трипа, такого отдыха может заменить тебе, не знаю, как будто ты пять раз куда-то съездил в разные места Короче, если вы уже так отдыхали, поделитесь своими эмоциями, как вам? Потому что мы впервые планируем такой отдых Но А если не отдыхали, напишите, хотелось бы вам такой вот отдых И, в общем, мы, если что, вас с собой возьмем Но только подписанных, не подписанных мы с собой не возьмем По крайней мере, спальных мест вам не будет Подписывайтесь на канал, ставьте лайки И нам предстоит очень много интересных совместных завтраков вместе с вами на различных уголках нашего штата А может быть и нет, пока это сюрприз даже для нас Мы еще сами не знаем, куда мы поедем Но Америка настолько бескрайняя и настолько разная, что хочется поехать в разные места То есть мы сейчас не можем Хоть куда-нибудь Да, мы не можем определиться только потому, что мы не знаем, куда поехать в первую очередь Погнали? Погнали! 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 Погнали!